450 тонн мировой лидер гигантов из тяжелых машин завод вообще конечно впечатление очень приятное создает все ухоженное аккуратное надо развивать себя и свою страну против белаза персональные санкции европейские были введены в двадцать первом году санкции немного можно сказать нам помогли так как мы начали завоевывать новые рынки слушайте ребят честно не знал что у нас в екатеринбурге касса есть завод который делает двигатели для белазов обалдеть за задаем мечты правда вечером буду придумать пока не знаю так врасплох застал константин про про технику про предприятия про людей друзья добрый день добрый день из белоруссии город жодина белаз белая компания холдинга белаз холдинг это вообще я я очень в предвкушении того что получится уникальный фильм у нас не ожидал что меня пригласят на предприятие безумно рад безумно благодарен я надеюсь получится очень интересный контент много полезного расскажем немного интересного много интересного до 450 тонн бела 75 711 мировой лидер гигантов из тяжелых машин на сегодняшний день у нас четыре машины таких изготовлено павел то есть мы пройдемся сегодня по сборочному производству да конечно вы увидите расскажем ордендуйт выбираю нашу выставочную технику побудете в нашем новом цехе главного конвейера также побудете в производстве сверхтяжелых машин там используется 200 220 тонн сборка у нас есть тягачи аэродромники для самолетов это наша тоже новая машина опыт на 75 13 м гибридная да на подземную технику направление взяли дополнительное завод вообще конечно впечатление очень приятное создает все ухоженно и аккуратно и есть определенные какие-то моменты я не знаю вот эти вот может ухоженность улиц запомнилась может быть душевная доброта людей меня руси всегда такие меня вчера накормили в столовой бесплатно я пришел набрал пик пика у меня не считывается продавщица говорит ну чё принесешь потом гает иди с вот так здорово конечно огромные машины павел а по-моему в беларуси население порядка десяти миллионов всего да если ориентировочно да и вы при всем при этом умудрились сохранить и тяжелое машиностроение до сельскохозяйственную промышленность конечно это машиностроение белаз на первом месте на сегодняшний день кстати санкции можно сказать нам помогли так как мы начали завоевывать новые рынки по загрузке производства насколько вперед я так я ожидаю что на сколько лет вперед у вас уже график забит на год забит то есть это уже с прямыми контрактами а народу сколько работает около 10000 10000 человек 10000 человек до необычно вот мы с вами снимаем у нас даже машина целиком не входит в кадр да какая она огромная 450 тонн тонн грузоподъемность здесь два двигателя стоит техника такого класса это последовательный гибрид да то есть стоит дизельный двигатель потом стоит генератор а потом конечно электромоторы стоят колеса белаз уже давным-давно эту схему реализовал которая сейчас модная в легковых автомобилях на всех последовательный гибрид если говорить про различия в моделях белазов то это грузоподъемность первую очередь или есть какие-то еще отличия но в основном да это грузоподъемность и по весь электрика есть дизельным генератор мотор и так далее изначально на каждую машину которая на конвейере уже наверно есть покупать вы же на наш 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 контрактуемся а потом уже изготавливаем под определенного потребителя с определенной комплектации мне не терпится на сборочное производство попасть посмотреть как у вас там все устроено ухты белшина это вышины еще сами такие делают конечно беларуси это один из крупнейших заводов по изготовлению шин и она делает не только для грузовых но и легковых автомобилей какие вы в беларуси и молодцы я вообще я честно говоря с горечью наблюдал когда у нас разваливались заводы период перестройки да вот у вас все сохранилось в этом есть будущее занятость людей люди занимаются рабочие места и рабочие места вот народ не понимает что лучше доводить качество своей продукции до того уровня чтобы ее хотелось покупать чем все покупать за границей вы что-то вообще путь никуда если все покупать там конечно я считаю уже надо развивать себя и свою страну так ну это наша доблесть новое направление взяли проходит в настоящее время испытания обалдеть это мощь и сколько он за раз черпает грязь кубов вот это правильное направление идти в развитие отрасли то есть не только перевозить руду надо же ее еще добывать да да вот на этом и сделали уже свой акцент чтобы немного развивать свое производство я у наших российских производителей часто встречая продукцию куплено именно здесь у вас допустим по двигателям по этим d245 часто где они используются у нас отопители предпусковые карданы попадаются это белорусские заводы изготавливают то есть они появляются поставщиками нашими на нашу технику после введения санкций значительно белоруссии начали расширять номенклатуры изготовления именно гидравлических узлов систем как рядом находишься как это муравей с такой машиной необычные чувства отгрузка идет потребителю как вы видите что целиком у нас белос невозможно погрузить 100 из-за больших масштабов он разбирается у нас после обкатки и грузится уже на платформы 1 200 тонн к входит на 6 платформ правильно ориентировочно да все зависит от грузоподъемности машины столько платформы занимают белос у нас собирается на предприятии потом проходит обкатку и далее уже разбирается соответствии с технологией погрузки и транспортировка есть кузов получается сваривается уже на месте да да это у нас склад металлов как вы видите настоящее время выкладка произведена износостойкого металла были сложности у нас двадцать втором году после санкционных ограничений со стороны евросоюза стратегически приходилось нам уже думать об импортозамещении европейский металл произведена замена это и китайские поставщик и российские процентное соотношение по износостойкому металлу 22 23 год 30 процентов это было российского производства и 70 процентов китай европы еще все равно было на сегодняшний день 60 процентов российского производства и 40 это китай и европа все зависит конечно же от конкурса потому что у нас проводится это все на конкурсной основе закупки где основным критерием оценки это является качество цена какой уже поставщик выиграет такого и закупаем из российских мы используем это powerhard 450 макс стронг 450 и северсталь и магнитогорск а максимальные толщины которые в белазах используются зависит от грузоподъемности автомобиля если брать с листы доходит до 110 это на рамах если брать кузова то на сегодняшний день 25 миллиметров износостойкий металл так как кузов практически состоит полностью износостойкого металла это грунтованный износостойкий металл powerhard 450 мы его уже используем больше года из этого и выстилается полы кузов состоит из полов с буртов это основные части у нас в основном идет раскрой уже под определенные кузова то есть в наших технических требований заложено это и фаска и грунтовка поэтому берем уже как заготовку можно сказать вам уже приходит завода раскройный в ваши размеры да 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 здорово устроились кроить вообще не надо где-то кроится если на бурты на пол и конечно вложим цельные стараемся то есть вот это вот от грунтованная вот там он на заднем плане огромное количество металла смотрю там есть не грунтованный это и 09 году вес и сталь 35 и 20 склад металлов которые позволяют уместить у нас около 15 тысяч тонн металла всего за год сколько завод перерабатывает если брать из носостойкий металл годовая потребность где-то 12 тысяч тонн в год на сегодняшний день только нам может поставить это китай китай на сегодняшний день все равно остается у нас потому что российские могут только делать 500 тонн в месяц если нас будут смотреть российские производители металлопроката напишите о планах по увеличению объемов производства то интересно я-то думал что у нас все нормально справляемся оказывается не справляемся пока еще нет в российскими производителями мы уже наладили за этот период и плохим составу по механике конечно соответствует помимо того же китай есть по моему уже производители в индии мы пытались с ними начать работать но они не могут изготавливать специфический металл для нас то есть на сегодняшний день у них нет возможности а есть какие-то пожелания к российским металлургам сейчас можно обратиться к ним конечно ну хотелось бы пожелать им развиваться дальше особенно есть нюансы весит по плоскости по механике где-то прочность увеличивать ну и так далее если брать конец 22 начала 23 значительно улучшение заметно это радует это да и нас раду как потребителя нашего склада металлов поступает сюда нарезку если не нужно кузов сваривается из цельных листов слева мы видим плазменную резку износостойкого металла для буртов наших кузовов а вообще вот толщина кузова сколько зависит грузоподъемности то есть там наверное есть основной лист да есть который меня на полы это у нас идет от 18 до 25 толщиной бурты где-то от 12 и 16 а по мере износа лист не меняется в кузове я я думал что там если в комплектацию идет футеровка то конечно это все предусмотрено а зовут вообще вырос со временем ссср или нет конечно конечно завод развивается новые цеха строится новые производства тем более у нас есть и холдинг где тоже мы развиваем производство это вот какие-то ступичные заготовки да или что это да это ступичные заготовки ребят представляете ступица будущее размеры на будущее гидроцилиндра или что это пальцы опрокидывания кузова как это оси да здесь мы пришли на пост сварки где варится кузов на 220 тонн он получается здесь целиком сваривается так как у нас кузов большой то как видите он идет из часей сваривается а потом все равно он разбирается то есть вот этот шов провариваться не будет он потом на месте данный кузов он полностью у нас не сваривается так как при для транспортировки необходимо будет разобрать кузов транспортировать и после этого уже проходит сварка на месте хозяйстве а на место получается если какую-то другую страну все равно ваши специалисты выезжают командировку заканец илья всего два сварщика варят такой огромный кузов это сколько времени его будут варить сварщики 2 чисто обваривают внутри элементы первой смене два человека и во второй смене два человека в районе недели два человека в две смены 5 рабочих дней это средний кузов у вас получается да у не самый большой не 700 десятая машина 400 а чаще то все-таки какие кузова приходится делать сколько-то по-разному варим как и 90-тонные кузова так и на 220 тонн сергей николаевич я правильно понимаю это вот относительно новое направление для завода да делаем первую машину дальше она должна пойти в серию требуется большое количество это погрузчик который вот в забоях шахте ходит да получается он поэтому такой низкий да такой низкий иногда бывает что цепанет там какие стенки шахте поэтому все это массивное чтобы ничего не побить все баки скрыты вы планируете закрыть всю линейку техники для добывающей промышленности сейчас это перспективное направление наша задача закрыть эту линейку сделать машину качественной добротность у вас самих самосал автобилазов линейка довольно широкая а сколько у вас конструкторов вообще трудится это ж наверно мощное конструкторское бюро должно вот у нас здесь вот рядом если выйти на улицу девятиэтажное здание по количеству я не скажу ну там где-то порядка 300-400 человек конструкторов но еще ряд направлений есть мы уже собираем электрические машины полностью на батареях 90 тонн и 130 тонн есть еще машины гибридные я считаю это одно из перспективных направлений работает на водороде это эвакуатор я даже не знал что белаза есть это чтоб он такие же машины мог эвакуировать да причем можете эвакуировать как за перед брать так и за платформу сейчас стадии сборки это 130 тонн эвакуатор а если у нас 200 тонны оснащена машина всем необходимым для эвакуации для ремонта самосвалов там есть парочный аппарат станция хозяйстве всякие случаются моменты с линии притянуть машину но не так то просто на тросу не притянешься поэтому надо эвакуатором ну вот гибрид а это вас экскурсии проходят до сразу сразу это туристическое направление которое набирает только рост люди люди все хотят увидеть гиганты сфотографироваться музей посмотреть вот эвакуатор наш технологический обалдеть махина конечно это машина которую мы на сегодняшний день есть опытные двигателя с у дмз законтрактовали мы 20 свердловск свердловский делают двигатели для таких машин да 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 это первое первое или или слушайте ребят честно не знал что у нас екатеринбурге касса есть завод который делает двигатели для белазов одна машина собрана 2 собирается сейчас это вообще событие две с половиной тысячи лошадиных сил пусть а мне вот интересно вообще от когда-то перестройка случилось союз рухнул наверно идти вам тоже пришлось то нам достаточно легко нам досталось тоже у нас машин было на заводе но очень много стояло основной покупатель ты наверно была россия была до 90 больше один как выживали чем занимался завод но машин было много потихоньку продавали их но и делали по мелочи там конвейер принципе мы не останавливали ни на один день что-то делалось ну конечно не тех объемах как при союзе гораздо меньше все это дожили плохо понимаете если говорить об объемах которые вот сейчас у вас больше чем еще при ссср мы по большим машинам по 130 тонн и 220 240 тонн вышли на большие объемы чем при союзе когда делали 40 машин и месяц сейчас 63 машины делали в месяц раньше при советском союзе делали 18-20 машин в сутки малых машин 30-40 тонн но сейчас сделаем где-то порядка 40 машин всего потому как вену слушайте а ну а неужели сейчас потребность не выросла сейчас западные все производители ушли вот по поводу даже малых машин вот эти вот 40 тонн и ки вольво сочлененные у нас просто в россии эта тема вот допустим сочлененных самосвалов здорово развивается и камаз ее подхватил и тонар ее подхватывает мы тоже выпускали сочлененные машины частично они где-то работают в россии одна машина у нас работают в бск мсп бск это в строителей но и сочлененники делает сейчас могилев мы тут у себя их испытываем я если честно до сих пор скептически отношусь к электрическим машинам грузовым вот одну машину я марил уже мы в кемерово отправим и там уже в реальных условиях мы посмотрим если смысл дальше развивать последовательный гибрид последовательный гибрид белаз давным-давно уже делает последовательный гибрид кстати смотрите издалека смотрятся как фары это касса воздушные фильтры машины огромная снизу смотришь думаешь это фары они еще расположены таким образом а фары на самом деле демонтированы потому что они укладываются в зип и устанавливаются на месте уже непосредственно на месте эксплуатации оказывается советские годы завод еще производил шарнир на сочлененные самосвалы 40 тонны это та ниша которую потом у нас в россии заняли вольво вот сейчас по моему кажется самое время вернуться на наш рынок с этими самосвалами это склад готовой продукции после сборки автомобили попадают сюда на обкатку после обкатки уходит на разборку троллейбус наш он в одном экземпляре не хочу показаться скептиком но я считаю что полностью электрическая машина наверное это не только про белаз это вообще про любую спецтехнику наверное не получит распространение по крайней мере при существующем развитии батареек а вот такая схема и гибридная схема это наверно вполне себе за этим будущее по дороге машина идет как троллейбус а если куда-то надо с дороги отъехать то тогда на батареях пишите в комментариях как вы считаете ну что сейчас модно вот на выставках часто машины полностью электрические там погрузчики причем такие мощные 5 тонны и больше мне кажется это дань моде какая-то это так вот чтоб на выставке козырнуть а насколько это проект такой ну жизнеспособный наверно время покажет друзья обратите внимание на цены я каждый раз когда в беларусь приезжаю у меня ностальгия по советскому союзу понятно что к нашему рублю курс другой но все равно это вот в заводской кулинарии такие вкусности подкрепились очень все вкусно и демократично сувенирная лавка заводская много-много всего интересного цех главного конвейера у нас недавно обновленный у нас три блока производственных цехов и мы проводим инновацию каждого блока здесь она таким конвейерным методом ходит ну да здесь прям полноценно здесь у нас машины малыши это вот 40 50 тонн 55 и 90 тонны и машины все зависит от нас будем лучше работать будем лучше жить цитата нашего президента здесь вот можете наблюдать это наши жидкости все заправляются не только дизель это уже грубо говоря конечная стадия сборки она там приходит только шоссе и все потихоньку друг на дружку она накладывается все собирается и в конце он уже ну с водителем выезжает из цеха вот этот цех он один из первых как бы производственных цехов и вообще в мире ну 27 тонн и 40 тонн это была первая конвейерная сборка самосвалов именно на белазе применена среди какой диск огромный тормоза дисковая это еще не считается огромными машинами 90 тонн еще маленькая здесь все обустроено так чтобы было удобно и для рабочих и для всех у вас тут светло все конечно при модернизации цехов это учитывалось чтобы хватало света людям вот это кстати краны нашего холдинга кранового завода у нас сейчас помимо основного завода в жодино есть еще несколько филиалов по всей беларуси малют какая-то собирается с 55 тонн ребята обратите внимание насколько порядок везде и все чисто у нас сборка конвейерная начинается оттуда и потихоньку накладываясь на каждой деталь собирается собирается потихоньку 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 и вот там вот у выезда готовый самосвал вместе с водителем выезжает на своих четырех шести колес это у нас стол сделанные полностью из деталей нашего самосвала потереть глобус загадать желание и все мечты сбудутся за задаем мечты правда вечером буду придумать пока не знаю да расплох за 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 старту география поставок в канаду в астралию посмотрите в европе так какое большое количество поставок понятно что африка там и так далее африка сейчас очень активно развивается у нас сотрудничество с африкой сорок шестом году было принято решение построить завод в городе жодино изначально мы назывались торфмаш и торфоевные машины мы соответственно производили у нас здесь были снегоочистители и вот кусторез это тоже было производство советскому союзу нужно были более габаритные машины карьеры происходит развитие и пятьдесят восьмом году был основан белорусский автомобильный завод первая наша машина это 27 тонны белаз 540 в шестьдесят втором году была разработана 40 тонная и впервые в мире на белазе осуществили конвейерную сборку самосвалов на 27 тонном самосвале тоже было очень много инноваций введено допустим вот что самое первое бросается взгляд это одноместная кабина и получается помимо этого была установлена пневмогидравлическая подвеска и объединенная система гидравлического привода рулевого управления и цилиндров опрокидывающего механизма сначала 540 уехал в лейпциг получил там множество наград а потом 548 машина тоже собирала награды 549 машина по меркам того времени очень большая машина 75 тонны все принимали участие все были горды этой машиной это у нас малыши наши 40 тонн 55 тут все что до 90 тонн считается малышами что хочется отметить по 130 тоннику это у нас самая продаваемая машина это у нас уже наши гиганты 450 тонн самосвал во время испытаний и грузили 500 тонн и она тоже ездила это вот у нас дизель троллевоз это вот водородный экскаватор мы сегодня видели тоже буквально вот в прошлом году разработали это техника которая производится на наших дочерних компаниях это могилевский завод могилевский автомобильный завод самый новый который недавно пришел к нам в холдинг это минский завод октябрьской революции станкостроительный завод ухты вы даже станки делаете получается налаживаем производство у нас к сожалению в россии все приватизировали ну вот очень много предприятий к сожалению после этой приватизации развалилась а как мы сейчас понимаем как нам уже многие документы секретные не секретные раскрыли то есть приватизация разделась до того чтобы развалить собственно нашу промышленность и к сожалению это по большей части у наших западных недружественных товарищей получилось у нас для наших работников завод старается предоставить все условия в том числе у нас есть дк дворец культуры физкультурно-оздоровительный центр у нас просто оздоровительный центр как санаторий этого дудинка недалеко от завода нас несколько раз посещал наш президент он даже вводил наш самосвал и говорил что вводить такой самосвал также легко как обычный легковой автомобиль наш продукт востребован на международном рынке на самом деле востребован али спасибо большое за экскурсию пойдем дальше ребят мы в цехе механообработки представляете вот эти элементы ступичного подшипника вот чтоб вы понимали мои размеры и размеры подшипника обоймы то есть внутренние обоймы там он наружная а это сама ступица размеры представляете 340-тонного белаза обратите внимание каких размеров покрасочная камера огромных ну какие машины собственно такая покрасочная происходит процесс грунтования мы зашли внутрь камеры видите какие детали какой человек по сравнению с размерами все по технологии обратите внимание весь металл сначала от дроби струен потом грунтуется потом красится все на высшем уровне владимир сегодня ребята ваши рассказали что завод в советские годы производил сочлененные самосвалы в россии довольно большой рынок занимали западные производители ну допустим известный всем гордивник volvo до 40 тонны и вот в связи сегодняшней ситуации как вы видите себе рынок по развитию именно направления этих машин ну и в целом наверно рассказать про завод как вы себе видите развитие производства на ближайшие годы да мы ушли в свое время другую тематику жесткий храм повышали грузоподъемность и 450 тонны самосвал самый большой он был создан под этой эгидой что мы должны быть первыми прорывными во всем уже готовы чертежи и пятьсот шестидесяти тонного самосвала но сочлененные самосвалы не ушли в забытье наш филиал до сих пор развивает тему сочлененного самосвала сегодня рынок который был практически закрыт volvo для нас приоткрылся и мы готовимся возобновить производство этого продукта на более высоком уровне более высокого качества уже с интеграцией всех последних разработок наших конструкторов а вот если говорить про объемы производства вот сейчас и сравнивать допустим лучшие годы советского времени то есть завод сейчас больше выпускать или меньше в советские времена у нас не было такого широчайшего модельного ряда линейка проще совершенно верно у нас работал вот один главный конвейер условно который выпускал 35 40 45 тонны и самосвалы тысячами в год потому что это было ну практически конвейер сейчас когда мы стали очень клиент ориентированно придерживаться маркетингово и хоть и конвейерная сборка но практически партия машин сделано специально под эксклюзивные требования потребителя конечно же мы не можем похвастаться такими объемами в виде штук самосвалов сейчас это 1000 где-то 1000 единиц техники всякой разной но по объемам если в денежном выражении то конечно же мы сейчас рекордсмены по сравнению с тем же советским периодом когда было и фиксированная цена условно на продукцию сейчас вот за прошлый год мы продали порядка 1 и 2 миллиарда долларов сша сейчас серийной продукции так как таковой вообще нет у нас есть базовые модели конечно же они есть у нас базовая модель с большим количеством суффиксов и индексов то есть хочешь двигатель такой будет такой хочешь другой то есть три варианта двигателя четыре варианта привода пять вариантов насосов три варианта системы пожаротушения четыре варианта системы смазки и у каждого потребителя есть свои приоритеты самые ходовые у нас сейчас 130 220 тонн можно в среднем стоимость озвучить для зрителей например миллиона долларов вот миллиона долларов можно как-то порассуждать как менялась география продаж допустим до введения санкции и после введения санкций до санкционный период а против белаза персональные санкции европейские были введены в двадцать первом году действительно нас это несколько выбило из колеи мы не смогли поставлять обеспечить комплектующими импортными это двигателя каменс это двигателя мту а потребитель просил именно данную данные комплектующие у нас были определенные опасения будет ли этот бизнес дальше существовать мы этот вопрос решили что же касается поставок дальние зарубежья индии африка латинская америка европа там наступили тяжелые времена в плане платежей в настоящий момент мы все равно развиваем пытаемся диверсифицировать рынки дальше углубляться в них есть какие-то качества убила за который можно озвучить которую выделяет его там перед тем же терексом камаз у идеальное соотношение цена-качество мы имеем широкую линейку поставщиков комплектующих наши конструктора постоянно работают не только с каталогами но и вживую с производителями с изготовителями этих комплектующих мы научились подбирать оптимальные по характеристикам качественным и прочностным комплектующие мы научились из них делать качественный самосвал и то что было выше названо это большая гибкость по отношению к клиенту то есть если клиент хочет била с первым и пуговицами мы пришьем эти первом утру пуговиц мы можем полностью эксклюзивный самосвал собрать в кратчайшие сроки а как считаете вот если с азиатскими производителями сравнивать где они находятся как позиционировать относительно белого раньше по-моему даже белос поставлялся в китай совершенно верно мы поставляли в китай скорее всего для вас и был прототипом многих китайских самосвалов которые сейчас пытаются заходить на наши традиционные рынки но наверное с другой стороны держит в тонусе нас наших конструкторов потому что мы активно уже включились в гонку инновационных продуктов это гибридная тематика газ электрика двигатель внутреннего сгорания в том числе водород полностью электрические машины машины работающие на жиженом газе европейцы были дороже и с ними получалось конкурировать как раз вот по этому параметру а китайцы то наверное они либо на уровне либо даже дешевле а есть статистика сколько вообще с момента создания предприятия было выпущено самосвалов и сколько на сегодняшний день трудится более 160 тысяч это вот карьерных самосвалов 75 вот уже почти 76 лет было выпущено начинали мы с 30 тонн сейчас пока остановились на 450 тонн также помимо именно карьерных самосвалов у нас есть довольно широкая линейка другой техники специализированы как для карьеров так и для аэропортов а тягачи буксировщики шваковозы для металлургической промышленности а мы следим абсолютно за каждым самосвалом у нас устанавливается система мониторинга мы отслеживаем все параметры двигателя основных систем владимир а вот когда переходили на замену поставщиков с какими трудностями столкнулись двадцать первом году после введения ограничительных мер со стороны европейского союза у нас действительно возникло очень много вопросов с поставкой комплектующих и материалов двигателя внутреннего сгорания это насосная группа конечно же сталь высокопрочная износостойка стали вот эти виды стали вот тут у нас действительно было много проблем вы шведской стали закрывали совершенно верно наверняка ведь общались тет-а-тет со шведскими партнерами вот самосвал белаз довольно металлоемкое изделие и я думаю что они в вашем лице но очень лакомый кусочек потеряли то есть это все-таки было их обоюдное решение ли это вот так такая политическая на них давление было оказано что они вынуждены были отказаться сами-то они хотели с продолжать с вами работ 21 год разделил всех наших поставщиков наверное потребителей она наверно три лагеря первый лагерь которые говорили что мы законопослушные сказали нельзя мы не будем даже с вами общаться запрещена любая переписка все то есть и контакты по стечению вот этих лет сошли просто на нет второй лагерь это те компании которые понимают что эта политика вредит в первую очередь их бизнесу но они законопослушные но при всем при этом напоминают о себе говорят о том что как только юристы политики договорятся мы готовы вот у нас все заряжено мы с вами не хотим разрывать в двадцать первом году белаз практически не с чего было собирать опять же наша программа импортозамещения дала свои плоды мы стали развивать наших российских поставщиков в первую очередь это север стали это магнитогорский металлургический комбинат и спасибо им откликнулись очень оперативно сработали довольно оперативно все вопросы с качеством в первую северсталь сталь power hard 450 практически это полный аналог хардекса наши поставщики сейчас всю потребность закрывает или все-таки зарубежные остались по хардексу 450 у нас из российских поставщиков все-таки это северсталь северсталь не обладает теми мощностями которые необходимы белазу в связи с этим конечно же нам пришлось искать другие рынки это китайская народная республика существует несколько компаний которые работают на довольно высоком уровне сколько сейчас процентов вашей потребности закрывают наши металлурги по рядовому прокату вопросов не было износостойкий вот это прям была большая проблема и двадцать второй двадцать третий год это объем наверное порядка 40 процентов не более 24 сейчас 24 год мы уже говорим о 70 процентах поэтому конечно же мы сейчас очень активно стараемся развивать нашего именно российского поставщика развивать не только в плане металлопроката листового мы стали не просить иногда где-то требовать от наших производителей делать нам полуфабрикаты либо просто лист вырезанный под наш размер либо это может быть уже вырезанный элемент рамы либо кузова активно сейчас работаем северсталью и ожидаем ближайшее время поставки первых образцов уже элементов кузова каких из российских производителей металлопроката можете выделить естественно самый лучший это бмз белорусский металлопрокатический комбинат конечно же что касается наших друзей с россией сейчас конечно же самые главные наши поставщики в принципе металлопроката не будем выделять рядовой застройки высокопрочные трубы круги там прочее конечно же это северсталь магнитогорский металлопрокатический комбинат уральская кузница красный октябрь королевский трубный завод мы отдаем приоритет именно тем кто сам производит это всегда более низкие цены это всегда повышенная ответственность это всегда проверенное качество прямые контракты конечно для нас в приоритете я услышал что пока наши металлурги не справляются с теми объемами которые вам нужны а может быть еще какие-то пожелания хотели бы им адресовать где можно стать лучше есть вопросы по толщинам листового проката не все толщины могут охватить у нас используется толщиной до 80 миллиметров лист к сожалению на определенных тип и размеров не только толщин но и габарит листа у нас есть там один эксклюзивный поставщик конечно это сразу говорит об отсутствии конкуренции и соответственно сказывается на бюджете закупки я надеюсь наши российские производители металлопроката услышали пожелание белаза надо увеличивать номенклатуру производимой продукции быть более гибкими и наверное должны какие-то быть взаимные долгосрочные договоренности пишите в комментариях что думаете вот было здорово побывать у вас на предприятии вообще шикарно после того как я посетил минский завод колесных тягачей прошлом году вот буквально спустя там меньше чем год я у вас нахожусь на белазе но как минимум надо еще масс посетить есть это ближайшее время произойдет константин спасибо за теплые слова действительно белаз всегда открыт для абсолютно всех людей не только какие-то делегации белаз очень давно развивает и сейчас поддерживает на довольно высоком уровне программу промышленного туризма на нашем предприятии будет проведена шикарнейшая экскурсия с чаем с угощением и с памятными сувенирами поэтому я всех приглашаю к нам на белаз посмотреть из чего создается вот этот могучий зуба который является символом гуси всего доброго до новых встреч вот это махина вот это мощь вот это махина вот это махина